Канал Жуткий Рассказчик. Тут ты увидишь все самое страшное и жуткое, а также абсолютно новое. Подписывайтесь, ссылка в описании. Олины родители были художниками. Когда грянули сумасшедшие 90-е годы, они жили в Омске. Положение было бедственным. Людям было не до картин. Многие не знали даже, что будут завтра есть. Поэтому Олина детство прошло в постоянных переездах. Они соглашались на любое жилье, будь то переполненная коммуналка или старая мастерская знакомого художника. Все эти же вещи слились в ее памяти в один нескончаемый поток. Запомнились лишь мелкие детали. Вроде пластмассового паучка на шторе или замысловатого узора обоев. Но одну квартиру Оля никак не могла забыть. Ей тогда было года 4. Во всяком случае, она точно помнила, что не доставала до раковины, когда надо было умыться. И мама ставила для нее табуретку. И каждый раз неловко балансируя на этой табуретке, она старалась как можно быстрее покончить с умыванием и слезть сниз. Потому что под раковиной в деревянной стене была небольшая дыра. Нет, из нее не тянуло могильным холодом и не раздавались шорохи. Но находиться рядом с дырой было неуютно и страшно. Сама не зная почему, Оля была твердо уверена, что в дыре живут дети. Те неродившиеся дети, вместо которых она заняла, появившись на свет. И они были очень сердиты на нее из-за этого. Шли годы. Оля на семье еще много раз сменила квартиры, пока наконец дела не пошли на поправку, и они смогли позволить себе свое собственное жилье. Оля выросла. Та дыра в стене так и осталась для нее детским страхом, о котором и не вспомнишь лишний раз. Только изредка она дивилась тому, до чего причудливо бывает детское воображение. Окончив школу, она поступила в институт в Москве. Родители дали денег на первое время, пока она не найдет работу, и девушка отправилась в столицу. Найти съемную квартиру не заставило особых проблем. В одиночестве отпраздновав новоселье, Оля начала прибираться в своем новом доме. От прежних жильцов оставалась целая кора ненужного хлама, и на уборку ушел не один час. Наконец, когда у двери возгромозились три огромных пакета со старым барахлом, она вспомнила, что не проверила мусорное ведро. Как и во всех российских домах, находилось оно за дверцей под раковиной. Так и есть. На дне ведра валяли засохшие апельсиновые корки и яичная скорлупа. Присев, чтобы вытащить из ведра пакет, Оля вздрогнула. За ведром была дыра, довольно крупная, чтобы смогла пролись даже собака. Облупившаяся зеленая краска по краям, и черный зев уходящий непонятно куда. Первое, о чем подумала Оля, была крысиная нора. Она панически боялась крыс и мышей, и от осознания того, что рядом с ней могут оказаться эти твари, ее охватил нешуточный страх. Терапевка, пустошив ведро, нашурнула его обратно и захлопнула дверцу. Не совсем отдавая себе отчет о своих действиях, она схватила один из стульев на кухне и поставила его так, чтобы крыса не смогла бы открыть дверцу изнутри своим весом. Сейчас уже поздно, но завтра надо будет непременно позвонить хозяйке и спросить о дыре. По дороге к помойке Оля задумалась, куда могла везти эта дыра. Скорее всего в подвал, квартира ведь на первом этаже. От этой мысли ей не стало спокойнее. И только засыпая, она вспомнила ту квартиру в далеком обске со страшной дырой в деревянной стене, в которой томились нерожденные дети. Ночью в пустой квартире эта история уже не казалась детской выдумкой. Ругая себя последними словами, Оля кое-как смогла успокоиться. Через несколько минут она заснула. Ей снился странный сон. Будто она сидит в маленьком, совершенно темном помещении. Вдруг сверху послышался скрип, и в темноте появилась пятнышко света. Сначала тусклые, но потом усилившиеся. Будто то, что закрывало свет, куда-то убрали. А затем за миг до пробуждения в этом пятне появилось лицо. Несмотря на яркий свет, то ли узнала в нем собственные черты. Открыв глаза, Оля не могла сообразить, что же не так. Сон несомненно напугал ее. Но было чувство, будто проснулась она вовсе не от этого. Через мгновение она все поняла. Из кухни раздавался стук. Не помня себя от страха, она жала одеяло и прислушалась, боясь вдохнуть. Стук повторился на этот раз еще сильнее. А затем послышался настоящий грохот. Кажется, упал стул. Оля поскочила, как ужаленная, и забралась ногами на подоконник, кутаясь в тонкое одеяло. На кухне продолжали шуметь, и среди непонятных шорохов она различила тихие шлепки. Будто топот маленьких босых ножек. Шлепки приближались, и Оле казалось, что она сейчас попросту потеряет сознание от ужаса. Она не могла даже пошевелить пальцем. Шажочки остановились у хода в Олену комнату, и в проеме показалась невысокая фигурка. Света фонарей во дворе было достаточно, чтобы разглядеть ее. На вид это был ребенок не больше полутора лет, словно бы только выучившийся ходить. Однако никакой младенческой пухлости у него не было и в помине. Тощая грязная тельца и уродливая огромная голова, лишенная волос. Ребенок с глазами как плошки таращился на Олю и разевал широкий рот. Последним, что она запомнила, прежде чем потерять сознание, были его редкие, но длинные зубы. Очнулась Оля у себя на кровати. Стояла глубокая ночь. Подушка и простыня были насквозь мукрыми от пота. Только сон. Оля облегченно вздохнула, но страх не покидал ее. Завтра же, прямо с утра, нужно немедленно звонить хозяйке. Пусть она... Мысли ее привал громкий стук и крохот падающего стула с кухни. Продолжение следует...